Трудно приходится в половодии Володарскому району. И дело не только в потоке, который разливаясь бежит Каспий, но и во встречном потоке из Каспия. Уровень моря поднимается, и сток воды из Ворского бассейна затруднен. А еще нагонные явления, когда ветер гонит морскую воду в русло реки. И когда паводок все-таки уходит, остается так называемая подмочка. Как живется людям между двумя стихиями, хорошо видно в селе Верхние Колки, куда мы и направляемся. Говорит глава администрации села Верхние Колки Ахат Довлекамов. Село Верхние Колки действительно богом забытое место, где ежегодно почти дороги затапливают, и проблема обеспечения этого села продовольствием, медикаментами, и вообще сообщение села нарушается. Остается только водный путь сообщения. Поэтому вопрос подтопления села стоит очень актуально на сегодняшний день. Последствия подтопления драматичны. Главным разрушаются дома. А если целы дома, нечем жить их обитателям. Вымоченная земля не дает урожая. Говорит замглавы администрации Володарского района Михаил Жилкин. В нашем районе 76 населенных пунктов. Все находятся по связи с Паводком в тяжелейшем положении. Но таких сел, как Колки, где мы сегодня находимся, можно пересчитать по пальцам 2-3 села. Во-первых, в этом населенном пункте, где на сегодняшний день осталось 28 дворов, действует не только подтопление от Паводка, но и также подъем уровня Каспийского моря. И вот итог. Изменился даже биологический состав трав на лугах. Камыш остался и иная растительность низкого кормового качества. Поэтому сено нужно заготавливать в 2-3 раза больше. Падают столбы. Регулярно отключается электричество. Нет телефонной связи. В нескольких местах размыта дорога. В аварийном состоянии большинство жилых домов. В верхней Колки, 28 дворов, ждут переселения. Но пока тщетно. Причина банальна. Нет денег. Но любую другую трату можно посчитать излишеством, когда видишь беду старого села. К тому же есть решение правительства России, смысл которого предельно прост. Вывести на земную твердь тонущие астраханские села. Верхней Колки, Октябрьский, Станья. Разные названия, но одинакова картина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова